Так, мы продолжаем нашу разборку с вопросом депрессии. После итогов урок, который мы попытались обсуждать с видом депрессии и как их с ними перебороть по жизни, жизненная практика, я попытался это делать в прошлом уроке, надеюсь, что как-то было понятно. У нас осталась еще одна глава в книге Тани, которая занимается еще одним видом депрессии, о котором мы еще не говорили. И это вид депрессии, причина для депрессии, это не депрессия, это вид причины для депрессии, она очень особенная. И для нее достаточно очень особенный подход. Давай мы начнем первое изучать ее, как написано в книге нашей, как это направлено на практику в проблема Дейнуни, средних, которые происходят у нас. И с Божьей помощь, когда закончим 28 главе, вернемся, попытаемся это переводить на практику. Потому что оба стороны, они очень-очень важны. Мы находимся в 28 главе, это страница 161. Вот наши виды проблемы идентичны на предыдущей главе. В предыдущей главе занимался следующий вопрос. «Меня появляются ненужные мне мысли, и я их не хочу. И они приходят к мне не с желанием, потому что как только они появляются у меня в голове, я их отталкиваю, моментально отталкиваю. Я расстроен, что они вообще появляются. То есть мы возвращаемся не к практике, а к жизни этого средней, богобоязненной, любящей Всевышней, которой занимаются наши книги Таня. То есть, что его расстраивает? Он занимается жизненными вопросами. Он находится на работе, он находится на покупке, он находится среди семьей. Он живет жизнью. И появляются у него желания, мысли, не желания, мысли, которые он считает, что они неприемлемы. Допустим, у него появляется желание перекусывать что-то не очень кошелое. Или у него появляется желание думать, чем он занимался с женой вчера, ночью. А это не надо сейчас. Это лишние мысли. или у него попадают мысли не очень красивые, не очень хорошие своего друга, чем он неправильно занимается. Он не хочет думать о своего друга. Зачем думать зла о другом еврея? Ему это не надо. И это запрещенной темой. Человек должен оттолкнуть этих мыслей. И он отталкивается. Но он возмущен над собой. Как я такой низкий, такой невоспитанный, такой все-таки остался попрежний образ жизни до моего раскаяния, до моего работы над собой, до своего исправления. Я все-таки не такой чистый, не такой правильный. И ему говорят, ну, впервые, ты чуть-чуть надутый, ты себя считаешь праведник, потому что только у праведника нету мыслей. Но ты не праведник. Ты средний. И это твои мысли, это твой уровень жизни. Ты животная душа. Она царствует у тебя в жизни. Ты ее успокаиваешь, ты ее контролируешь. Ты ее держишь руками и ногами. Ты не даешь ее распространять своих мыслей. Но она владеет собой. Не ты с ней, не ты ее. Поэтому того, что у тебя появляются мысли, это неудивительно, это ты. И третий, говорят ему, ну, спокойно, ты создан Всевышнему такой, потому что он получает от тебя удовольствие. удовольствие. Каждого раза, который у тебя появляется нехорошего мысла, неправильной, неразрешенной мысли, и ты отталкиваешь. Это называется, когда ты ломаешь клепа, когда ты ломаешь животная душа, ты возвышаешь Всевышний во всех миров, во всех миров, духовных миров, ты здесь, у себя в организме это делаешь, а всех миров возвышаешь Всевышний. И такого участь Всевышний тебе отдал. Ты должен быть такой. Поэтому зачем густеть? В нашей главе, в нашей возмушенной Бейнуне, как будто бы имеет право возмущаться. Он находится во время молитвы. Он готовился к этому молитву. Он встал утром, никакого озадного мысла не думал, не болтал ни с кем глупости, не занимался какой-то лишней вишей. Пошел сразу в синагогу, учил Маамархасиду до молитвы полтора часа или два. Душевно подготовил себе и сидеть молиться. Как только он открывает цидор, появляется к нему, прямо ссыпают на него. Разные мысли. И он возмущается. И он возмущается. Почему так? Я же готов. Я уже сижу. Это уже божественная душа. Ну, ладно, когда я занимаюсь покупками, или хожу на улице, или занимаюсь бизнесом, или общаюсь с семьей, то тогда животная душа царствует у меня в жизни. Вот это все пользы, которые животная душа пользуется. Но теперь кто должен быть у меня в центре внимания? Божественная душа. Так почему здесь появляется животная душа с ее мыслей? Почему я не могу получить время покой? Та же самая когда я сижу учиться? Я уже закончил молиться, уже завтракал даже, у меня никаких трудностей, животная душа не должна возмущаться. Я открываю Талмуд, пытаюсь учиться какой-то урок хороший отрывок Талмуда, и начинаются мысли, ходить мысли, которые отвлекают меня. И он возмущается, почему? Однажды пришли группа серьезных людей, не билию, каждого из них был серьезный человек, кал-те реббе, задавать ему вопрос по подготовке хасидов к молитву и всяких других вещей, которые хасидов делают, и до того не было такого у евреев. Вопросы о хасидов, о движении хасидов. И один из вопросов, которые они задали аль-те-ребе, они говорили ему, почему вы требуете, что хасидов будут молиться долго и медленно. Наоборот, вроде, если мы будем молиться быстро, но очень концентрировано, то я буду концентрироваться на это 25 минут, буду читать быстро, но очень буду концентрироваться на буквах, на слова, которые я читаю, 25 минут я могу контролировать мои мысли. И я не буду пропускать во время молитвы задних мыслей. Поэтому они считали, они думали, что может быть и надо наоборот, быстро молиться, быстро, не пропуская никакого лишнего минуты, очень-очень активно и закончить этого, правильно закончить этого, то есть концентрировано, правильно подумать. А если ты дольше молиться, у тебя появляются там мысли, там мысли, там ты ждал, там ты что-то, все, пропускай быстро. И они дали даже себе притчу, они говорили к чему это похоже. Если человек едет в машину, когда-то были кареты, и пропускается середина городом, где живут неприличные люди, и начинает бросать камней на карету, что мне нужно тормознуть и ехать медленно, нет? Надо стучать очень сильно над лошадей и давай, или как у нас газуем, давай газуем, давай быстро проедем. А терапевы говорили, вы говорили, ваше притча и есть ответ. У нас проблем, что неприличные люди не находятся за борту карету, они внутри ее. Тогда что надо делать? Остановиться, выбросить негодяй и дальше ехать. это и есть цель молитва. Медленно, каждый раз, когда приходят мысли, не бегать никуда, а толкнуть ее дальше читать. Появляются еще мысли, не бегать, толкнуть и дальше читать. Мед спокойно, потому что тут не извне себя бросают, а извнутри себя. Вот это и центр ответ он говорит наш вопрос, вот это возмущение оно ошибочное. Он забывает, что нету одна душа каждый раз, то есть в замену, в смену. Когда я кушаю животная душа, когда я молюсь божественная, нет, они совместно постоянно. Проблем в том, что когда божественная душа пытается усиловать себе, она очень пугает животная душа. И животная душа усиленно начинает ее терроризировать. Поэтому появляются проблемы. Она чувствует, что вот она начинает задыхаться, слишком много божественност, и она начинает кричать, помнишь, надо ехать туда купить что-то. Отстань от меня сейчас. Ну, ты помнишь, что было вкусно тогда. Отстань от меня, нет, еще, ты помнишь, что... Почему? Она не хочет, что ты успешно молился. Она не хочет, что ты успешно учился. Не хочет. Поэтому она постоянно тебя дергает. Постоянно дергает. Давай почитаем изнутри. Как мы говорили в русскоязычный перевод версия на 161 странице. Вафилу им ноифлендой. И рухе тайвес бешар махшо беззорес бешар суавейдо ботейро обетфило бахавоно. И даже если этих мыслей ненужны о искушении которое ему было приятно или лишней ненужной мыслы во время молитвы или учения Тору что ему надо делать с этих мыслей с этих искушений что ему делать не делать оттолкнуть не начинать отчего я сейчас вспоминаю нет не надо ты вспоминаешь потому что животное душа это хочет а что делать оттолкни не сейчас у нас есть телек когда ты на высоких валтах кто-то начинает кричать а помни что надо купить там что-то ты что скажешь ему вон отсюда не надо не мешай сейчас сейчас не надо почему опасно когда мы молимся когда мы учимся мы на высоких валтах не надо ничего говорить сейчас как только она начинает говорить что надо сказать отстань отстань и все до свидания не сейчас это называется ясиах дайте мем корега сразу все не надо ребят говорит вагам али шойте и не сглупи не сглупи что о чем тут можно еще сглупить ла соик беалуас амидес шеламахшово зоро канойда валшемтов объясняет что когда совпадает у человек неправильные мысли допустим у него есть искушение он говорит вот умнишь вчера была вкусная еда вот этого вкусного стык был кучу человек говорит большим то должен понимать почему у него появилось этого мысля наверное вот этого искушения она приходит из огня или или из воды помните мы говорили что есть четыре составляющие вода огонь земля и ветер он переходит из этого состава он находится в божественной душа в определенной атрибуте допустим вура или хесед присоединять вот этих чувствах божественной души и ее приподнять как жертвоприношение по поводу вкусно покушать рассказано что раби чадер масмет я рассказал об этом великий хосед прошлое поколение он был убит нацистов в Ригу когда нацисты зашли в Литва в синагогу они начали зажигать синагогу он зашел внутри спасать святки Тори они прямо его толкнули ножами и он его спалили там внутри синагогу однажды он пришел домой они были все бедные бедность это не как у нас бедность как королева Англия рассказано что спросили очередной бунт почему бунтует отвечали ее что не хватает хлеб она говорила если нету хлеб пусть покушают пирогами то есть у нас приблизительно бедности в нашем поколении не говорю всех конечно я сточет бедные люди но в основном когда мы говорим о бедной это нету хлеб давай покушаем пирога булечка покушай но то есть там была бедность он пришел домой с другом кушать было оставлено там как было электричество тогда электричества по домам еще не было еще зажигали чуть-чуть свечами мало света было он увидел что жена оставила кастрюлю на плите он понимал что там мало что осталось поэтому угощать собеседника не стал это запрещено по закону угощать когда не хватает едой есть такой запрет есть запрет сидеть за столом когда не хватает еда и предлагать не надо он в зал он был очень голодный он взял этого кастрюля положил ее ногами под стола тихонько когда он общается покушал это было ночью он докушал следующим утром проснулась жена он говорил я очень благодарен за еда которая была вчера суп кажется был суп был очень вкусный жирный а мясо было как-то твердое недоваренное казалось какое мясо у них не было мяса какое мясо что-то я не поняла оказывается что когда дети докушали она обнаруживала что не оставили ничего мужа что делать она добавила воды взяла тряпка почистила край кастрюли вот жир который перелепил кастрюлю варила это ей заново и как-то ест суп но она почему-то забыла тряпка внутри кастрюля и он покушал тряпка вот это бейнуни когда мы говорим о искушении такой человек как Ичадр Масмин какое уже искушение у него было что тряпка была вкусная вчера это удивительно у нас есть искушение мы понимаем что такое искушение а у них какие искушения могут быть да ну неважно появляется у него искушение так габарит ребят низглупи нинада цибиан начинет разбираться кдион связан сбажест внас бна сбажест внаедуша почему ки ло нэмру двуру им аэм элло לצадиким шээнэ нноэфлим лоэм мах швезорес шэлэм ки им мишэл ахирим кто должен привязать материальное искушение или задных мыслей и приподнять их в духовности праведники почему это не их мысли у них нету задней мысли если совпадает если попадает к ним в голову мысли это не их мысли это чужие которые по божественная причина они сейчас попадают к ним для чего для того что они их будут привязать к божественности и приподнять но его мысли. Ему приподнять их вверх невозможно. Это он. Почему так? Есть закон. Физика. Какого высота максимальная, к которой человек может прыгать? Нет, это с помощью палки. Какая высота человек может прыгать вверх? А? На его голову. Выше голову он не может прыгать. Какая высота у тебя есть, такая высота ты попрыгнешь. Максимум. Проверишь это. Ты говорил просто максимальная прыжок, которую человек делал. Какая высота у него была? Вопрос интересный. Максимальная высота, которой человек может прыгать без помощи какие-либо инструменты. Максимум своего голову. мы говорим прыгать вот так. Не прыгать и прыгать. Выше голову не прыгать. Не прыгать длиной, а вверх. Да. Да. Мы говорим ось места. Понятно, что это очень согласные рекорды. на длины. Напрыгать вверх с палки. Но когда человек поднимает себе, он поднимает себе не выше своего голову. Такой закон. поэтому Бейнон не может поднять своих мыслей выше себя. Он находится в обычной жизни. Он животная душа. Это его ресурс жизни. Он не может прыгать выше нее. праведник находится не у животной души. Поэтому он может поднять это сверх к божественности. А Бейнон или мы куда мы прыгнем? К себе и внутри. Говори дальше, Рэбе. Теперь совет. Что доделать? Ах, афал пикен аль и по ли либо и бекир бой ль и сме это нельзя. Несмотря что на самом деле он прав. Его жалоба приемлемая. Он старается концентрироваться в молитву. Он старается концентрироваться на учебе. И он возмущен, вправде возмущен, что у него появляется вмешательство. Он хочет теперь. Помните, мы говорили о Бене Минкелецке, он говорил, когда в молитву задние мысли попадают, это хорошо, когда в бизнес, мысли это плохо, то есть у него возмущение. Когда я кушаю, я с трудом могу что-то делать другого, только кушаю. А теперь молюсь, отстаньте от меня, дайте меня молиться. Я теперь учусь, отстаньте от меня, я хочу учиться. У него есть право к этому возмущению, но нет права, что это возмущение будет переводиться к депрессии. Грустить из этого не надо. Почему? Потому что он во время службы должен молиться, он должен учиться. если теперь он будет в депрессии, он точно перестанет и молиться, и учиться. Это невозможно. Поэтому первое не грусти, в любом понимании, не грусти, никаких обстоятельств. Что ему делать? Это адраб исхазек йойсер в йойсиф оймец бихол койхо бекавонас отфило бехедво бисимхо ясэйро что ему надо делать? Наоборот, не только что не грустить, а радоваться. Радоваться и усиловать своего старания во время молитвы учиться больше внимания, учиться больше внимания, молиться больше внимания, более концентрированы. Почему? Бесума и либой. Кенефилас амахшо вузово и маклипо шабихол ласмоли. Рису милхом бабейна ни манефеш ласмоли. Почему так? Потому что виноват в этих мыслях, в этих искушениях сейчас животная душа. Ты ее зацепил. Знаете, когда мы общаемся с людьми и видим, что кто-то начинает на нас нападать, высмеиваться над нами, начинает дергать нас, а вот ты сказал, вот ты сказал, вот ты сказал. Что мы говорим? В чем я теперь зацепил? В чем помню? Что такое? Что я такого сказал, что тебя зацепил? Что ты должен доказать, что я дурак? В чем сейчас ситуация? Что случилось? Что такое? Та же самая. Почему животная душа теперь должна думать о всем? О всем угодно, кроме молитвы. Ты ее зацепил. Она паникует. Она паникует. И ей не надо твоя молитва. И ей не надо твоя учеба. Она паникует. ты зацепил ее. И она начинает тебя дергать. А что ты должен делать? Не обратить внимания. Когда человек начинает на тебя нападать, что ты должен делать? Та не обратить внимания. Скажи, что хочешь. Та до свидания. Почему? Тогда он бесит и уходит. Не надо ввозиться с ним войной. Зачем? Он начинает прикалывать, что тебе делать. начинает отвечать ему. Будет хуже. Он поймет, что он тебя теперь зацепил. Что тебе надо делать? Мальчат и говори, что хочешь. Та же самая. Появляются задние мысли по время, молитвы или учения. Что надо сказать? Ага, это цепил тебя. До свидания. Иди гулять. Не буду обращать внимания. Не надо. Не отвлекай меня. И напоминает нам ребе, того, что уже было сказано, мы же уже сказали, что интриги между животной душой и божественной душой это как два борца. Когда человек пытается вбрасывать, бросок делать свой соперник, что второе делается? Сопротивляется. Божественная душа зашла в ринг, на ринг, вызвала животная душа на раунд, она начинает раунд, начинает ее задушить, а что вы хотите, что животная душа будет мольче это принимать? Пытается ударить обратно. А в отлично по обычной борьбе, что надо делать? Та не обратите внимание. До свидания. Не дай зацепиться. Зачем? Она тебе не помогает. И так, когда божественная душа собирается и усиловается милиция, поэтому клепа, животная душа, усиловает себе путать ее и лапило бемахшоб озору שלо и путать ее в какую-то заднюю мисль, которая принадлежит животная душа и клепа. И так, когда божественная душа собирается и лапило бемахшоб озору, то, когда божественная душа собирается и лапило бемахшоб озору, то, когда божественная душа собирается и лапило бемахшоб озору, то надо было сказать... Это было правильно, если было по очередности. Одна душа. Или божественная, или животная. По очередности они вошли. Но это не в очередности. Это два разных души. У нас раздвоение личности. Настоящее раздвоение личности. Одна хочет наше приятное искушение, всяких разных наслаждений, а вторая божественная. Поэтому, как только божественная усиловая цебьей, то животная очень испугается. Она начинает бороться. Но бемес ламитой, но поистину, Энштейна фосес аналхумезу бемоиху. Анидвуя души. КАТОРЫЙ ВАЮИТ МИЖДУ САБОЙ ВАЮМОЗГ ВАЮМОЗГ ВАМОЮХА САЛАОДО. КОЛ АХАС КАЖДИ ИЗНИХ ХЕВЦО ВАРЦАИНО КАКАЯ ОНЬЮ ЖЕЛАНЬЯ ЛИМШО ИЛБОЙ ВЛАДИЦИВО ВАЛИЮСА МОЯХ ММУЛА МИМЕНУЛАВАДО. И ШТО МОЗГ БОЛИТ НАПОНЕЛ ТОЛКА АТНИЮ. ЖЕЛАНЬЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ДУША ЗАВЛАДЕТЬ НАШИЙ МОЗГ И ПОЛУЧИТ КОНТОЛЬ НА НЕГО ПОЛЬНОСТИ. И ЖЕЛАНЬЯ ЖИВОТНАЯ ДУША ЗАВЛАДЕТЬ НАШИЙ МОЗГ И КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛЬНОСТИ. И КОГДА ОДНА ИЗ НИХ НАЧИНАЕТ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ВТОРАЯ НАЧИНАЕТ ДЖОВЛАТЬ. И КОНТРОЛЬ НА НЕГО ПОЛЬНОСТИ. ИЛИ МОЛИТВА ЭТА ИЗ БОЖЕСТВЕННАЯ ДУША. ВЕХОЛЬ МИЛАЙ ДЕ АЛМО И ВСЕ ОСТАЛНИЕ МИСЛИ ПО ЖИЗНИ ПРОИСХОДЯШИЙ. МИНЕФЕШЕ БЕЕМИСЬ. ОНА ИЗ ЖИВОТНАЯ ДУША. АКШЕЛИКИСМИЛУ БЕШЕСПО. ТОЛЬКО БОЖЕСТВЕННАЯ ДУША УЧАСТВУВАЕТ В ЖИЗНИ. В ГУКЕ МОШОЛ ОДАМА МИСПАЛ БЕХАВАНУ. ПРИЧА, ПРИМЕР, ДАГО, ЧТО БУДЕТ НАМ БОЛЯ ДОСТУПНО. КАК ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛИТСЯ И В ОЙМЕ ДЛЯ НЕГДОЙ ОЙВЕТ ГИЛУЛИМ ГОШО. И НАПРОТИВ НЕГО ПРЕСТСТАВИЛСЯ КАКОЙ-ТО НЕМОЛЯЩИЙСЯ, ЕЩЕ И ГРЕШНЫЙ, ПЛАХОЙ ЧЕЛОВЕК. И ОН СТОИТ НАПРОТИВ НЕГО И НАЧИНАЕТ ИГО ДЖОРГАТЬ. ГОЕТ, ЭТИ, ЭТИ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ ТЕПЕР? ВРЕЗАТЬСЯ В НЕГО, ОН БОДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ. КРИЧАТ НА НЕГО, ОН БОДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ, ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВА. ЧТО НАМ НАДО ДЕЛАТЬСЯ? НЕ ОБРАТЬТЬ ВНИМАНИЯ. ПОЧЕМУ? ПОТМО ЧТО БЕСМИСЛУ. ТАЖЕ САМЫЙ, ЖИВОТНОЯ ДУША, ВОВРЕМЬЕМАЛИТВА, ОНАТ ТАКЖЕ КАК ЭТА ВЗЛАДИИ. ОНАТ ПРОСТО СМОТРАТЬ И ГОВОРИТ, НУ ТИ, ТАВАЙ, ОЧНИС. ПОЧЕМУ? 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 С менувол, с подонком, потому что ты начнешь сравниваться с ним. Почему такое выражение? Не говорим, не возитесь с грешной, может быть, ты станешь грешной. Нет, мы говорим о подонок, менувол. Почему? С ними нельзя честная игра. Он подонок. Честная игра не получится. То есть, если он нападает на тебя, менувол, подонок, то если ты начнешь отвечать ему, придется ему превратиться в его уровень. Потому что он честная игра не играет. У него нет честной кодекса. Он играет по-своему. Он хочет просто получить свое. Что надо делать? Обходить его. Не надо с ним. Зачем? Не надо с ним играть. Обходи его и все. То же самое говорит Ребе. Это наша животная душа. Она подонок. Она хочет, что ты будешь обратить внимание. И тогда она уже сама. Отсюда и дальше она сама будет. Она не играет честно. То есть, когда мы кушаем, нам нет проблем. Нам не сильно мешает божественная душа. Она не пропускает. И мы будем делать договор. Давай. Когда кушаем, мы не мешаем тебе. Когда мы молимся. Нет. Так она не играет. Она так не играет. Она играет не по-честному. Поэтому не возите с ним. Обходи его. Не обращай внимания. Не надо. Не надо. Если ты будешь бороться с подонком, становишься сам подонок. Только что ему делать? Перевращай себя в слепой немой. И просто не обращай внимания. Убирай его из вашего мозга. Он говорит, но я не могу. Она зацепилась на меня и не дает мне покоя. Потому что они его постоянно, постоянно не отходят. Как язва. Как у нас говорят. Он должен унизить себя. Он должен уничтожить. И, конечно, не обращать. Он должен уничтожить. Он должен уничтожить. Он должен уничтожить. Он будет милосерден, потому что наша душа – это она, это от него. Спасать ее от затопления, может быть, не утопить в грязных воды. И Он будет это делать ради Себе и ради Всевышнему, потому что мы часть Всевышнего. Спасибо.